Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. На календаре у нас 13 августа. В виноградник мой находится Дзержинский район, Минская область. И сегодня мы с вами смотрим, кто же на нашем участке самый ранний. Кого же можно кушать, либо кто вот-вот созреет и будет готов к употреблению. Итак, пойдем? Первый у нас русвен янтарный, он же жемчуг запорожский. Вот там немножко за листиками спрятаны гроздочки. А вот перешла на другую сторону, немножко недопылившаяся гроздочка. Вот, кстати, она. То есть вот она вот такая. И смотрите, то, что на солнышке, ну явно уже виден цвет. Да, такой желтенький. Сейчас резкость настроится. Желтенький цвет. Он очень долго может висеть и потом становится практически коричневым. Не зря его назвали янтарным. Так вот, вот эти вот желтые ягодки уже вполне можно кушать. Кислота ушла, вкус сладенький такой. Конечно, называют его гармоничным, но я бы сказала, что легкие фруктовые нотки, они тоже есть. Вот смотрите, здесь на второй гроздочке, конечно, более крупные ягодки еще не совсем готовы. А мелкие уже даже по цвету видно, что вполне их можно подщипывать. Конечно, более подробно про все сорта мы поговорим в другом видео, но вот этот уже вполне можно кушать. Он на сегодняшний день один из самых ранних. И это в этом сезоне, когда была очень холодная затяжная весна. Но, с другой стороны, видите, теплое жаркое лето, оно вполне позволило наверстать впущенному. И даже я бы сказала, что вот это его третье плодоношение раньше созрело, чем в предыдущие годы. Прошлый год мы, конечно, не берем, там сильная была задержка в созревании, а в позапрошлом я его пробовала в районе 20-х чисел августа. Ну, а в этом году, вот, 13-го уже можно, в принципе, кое-что подщипывать. Супер экстра, тут немножко у нас сейчас не совсем удобно снимать, светит яркая солнышка. Вот тоже, смотрите, по гроздям видно, конечно, кое-какие ягодки еще зеленоваты, мелкие уже желтые. Переключимся на эту большую гроздь. Смотрите, какая красивая. И видно по гроздям ягодки, которые в глубине, они еще зеленоваты, а те, которые на солнышке, они вот такие уже желтенькие. Эти ягоды можно уже кушать. Сладкие они. Вот там на нижней гроздочке тоже видно, вот, достаточно много желтых ягод. Вот, у супер экстра есть легкий мускат, но еще не во всех ягодках он прослеживается. Но в некоторых я даже вот большие такие пробовала, и кое-кого уже проскакивает этот самый мускатик. Это ранняя надежда. Тоже в прошлом году только посажен кустик, выращен из черенка, и черенок был так себе не очень, и прорастала она не очень. Тем не менее, смотрите, какая сигналка хорошая, красивая. Ну, это, конечно, самая красивая гроздочка здесь, еще парочка, ну, сейчас солнце неудобно светить, таких вот поскромнее. Ну, вот это очень, очень такая эффектная, красивая, аккуратненькая. Конечно, видите, есть еще неравномерный окрас. Надо ей еще повисеть, но вот эти вот более темные ягодки, специально поднимаю гроздочку на свет, они уже сладенькие, они уже вкусненькие. Да, конечно, всегда лучший виноград есть как бы в полной зрелости и дать ему возможность набрать все его кондиции. Но, в принципе, самым торопышкам вот уже такие ягодки можно подклевывать. Тем более, что, напомню, первое плодоношение сигналка. Если она показывает такие результаты в свой первый год, то это говорит о том, что в следующие годы она будет созревать еще лучше, еще быстрее. Вот покажу здесь куст, смотрите, мощный. Я даже не чеканила, специально вот это вот все оставила. Здесь место позволяет, поскольку молодые посадки, здесь свободненько, поэтому я вот оставила все так, всю зеленую массу. И ромбик кусту второй год. Это первое сигнальное плодоношение. Смотрите, какая хорошая, красивая гроздочка. Характерная форма ягодки, такая вот, немножко ромбовидная. Гроздочек мы оставили три, сила роста у куста здесь хорошая. И, ну вот, почти. Чуть-чуть ему еще повисеть. Уже чувствуется мускатик, но немножко есть терк в шкурке. Поэтому, конечно, немножечко повисеть ему еще надо. Но с учетом того, что это вообще сигналка, что это первое плодоношение, что это кустик молоденький. Хотя, вот смотрите, как он выглядит. То есть, вполне такой мощный, сильный куст. Он, конечно, вполне подтверждает свои очень ранние сроки созревания. Но остальные сорта еще пока набирают свои кондиции. Вот это так красиво красится сеня. Хотя у него ягодка тоже уже сладенькая, если мы выбираем ягодки потемнее. Но у сени яркий мускат. И вот муската пока не чувствуется. В отличие от ромбика, у которого этот вкус уже очень ярко проявляется. Более подробно про эти формы и другие я вам еще расскажу в другом обзоре. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!